Идентификационный номер – это код с информацией о производителе и характеристиках транспортного средства, а также к годе выпуска. Наносится он на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специальных номерных табличках. Именно эти цифры при сохранении целостности – свидетельство того, что автомобиль не в угоне, не переживал серьезных катастроф или реконструкций, и проблем с его оформлением не возникнет. Проще всего, наверное, для преступника – это варить номер. Это проблематично для него, меньше времени затрачивается. Скажем, самое примитивное. Но оно больше всего распространенное. Уже на втором месте идет перебивка каких-то двух-трех символов. Специалисты Комитета судебных экспертиз проверки идентификационных номеров проводят как по постановлениям правоохранителей, так и по обращениям в частном порядке. К примеру, в Бресском межрайотделе ведомства в среднем в неделю проверяют порядка пяти машин. Нередко привозят сюда авто в момент его продажи. К слову, подделка или уничтожение идентификационных номеров автомобилей преступления. В текущем году подразделение Следственного комитета Брестской области возбуждено 64 уголовных дела по статье 381 подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства. Наибольшее количество таких фактов выявлено в Бресте 25. Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси или двигателя транспортного средства или регистрационного номерного знака с целью эксплуатации или сбыта транспортного средства, либо сбыт транспортного средства кузова, шасси или двигателя с признаками такой подделки предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или ограничения свободы на срок до двух лет. Те же действия, совершенные повторно, либо группа лиц по предварительному сговору предусматривает максимальное наказание в виде ареста или ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на аналогичный срок. Подделки встречаются не только среди номеров авто. Нередко на стол экспертов попадают фальшивые деньги. Чаще других рисуют 100-долларовые купюры и евро. Зафиксировано уже и несколько случаев подделки новых белорусских денег. Как правило, умельцы из Синеока используют для своих преступных целей обычный принтер, а потому особым качеством фальшивки не отличаются. Сложнее дело обстоит с деньгами, которые привозят из-за рубежа. Зачастую все подделки белорусских новых денег – это просто использование цветных принтеров, как лазерных, так и капельно-струнных. Поэтому, если относиться к этому внимательно и смотреть на купюры, то будет видно низкое качество их воспроизведения. Если брать в количественном соотношении, то больше всего все равно на данный момент у нас все-таки люди, наверное, исторически сложились, больше тяготеют в накоплении долларов, и поэтому их чаще бывает, именно встречаются подделки долларов в США. Реже евро, ну и с учетом, что Россия у нас рядом, много экономических связей, естественно, и много поддельных российских рублей. Ну, кстати, насчет того, что касается российских рублей, они тоже, большая часть подделок, относительно низкого качества, тоже зачастую используются принтеры. Да, новые купюры там используют имитации определенных степеней защиты, но все равно в целом они как бы уступают по качеству подделкам и долларов, и евро. А между тем, изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг преследуется по закону. Максимальная санкция статьи – 15 лет с конфискацией. В текущем году подразделением Следственного комитета Брестской области возбуждено 69 уголовных дел по статье 221 «Изготовление хранения или сбыт поддельных денег или ценных бумаг уголовных удостоверений Республики Беларусь». В прошлом году было возбуждено 108 уголовных дел данной категории. В основном данные факты по завершении расследования приостанавливаются в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечения в качестве обвиняемого, так как лица, которые предоставляли при совершении валютно-обменных операций, указывали, что данные денежные билеты они приобретали на территории иностранных государств и не знали, что они содержат признаки подделки. Вместе с тем в 2016 году было выявлено два факта изготовления подделок на Брещене. Виновные получили от трех до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.